Что будет, если не платить микрозайм? Этот вопрос беспокоит всех, кто хоть раз пользовался услугами микрофинансовых организаций. Просрочка один день, а вас уже атакуют со всех мессенджеров, звонят на телефон, пишут, угрожают. Как такое впечатление, как будто совершили какое-то преступление. А на самом деле преступление ли это или нет? Я Игорь Полицайев, юрист, руководитель юридической компании Полицайев Групп. Помог своим клиентам списать долгов на сумму более 200 миллионов рублей. Сам лично участвовал более в 4000 судебных заседаний. Более 2000 дел выиграл. Делюсь своим опытом на страницах Инстаграм и Ютьюб. Спас сотни людей с долгами по микрозаймам. Все живы и здоровы. О том, как реагировать на звонки кредиторов и что будет, если не платить по микрозаймам, расскажу в этом видео. Смотрите. Берете утром телефон, а там уже сообщение. Здравствуйте. Вы просрочили платеж, когда вернете долг. С этого обычно начинается первое СМС службы взыскания. Что ответить? А если нечем платить, как быть? Давайте все разберем по порядку. Первое. Могут ли проценты по микрозаймам начисляться бесконечно? Второе. Как реагировать на звонки и СМС представителей микрофинансовых организаций, если вам нечем платить? Третье. Может ли вас реально обидеть служба взыскания? И если это произошло, то как их наказать? Четвертое. Какая ответственность лежит лично на вас, если вы не платите долги по микрозаймам? Разберемся с начислениями. По закону проценты по неустойке ограничены до 20% годовых. Но микрофинансовые организации это не устраивает. Они придумали такую услугу, как введение судного счета в период просрочки. Стоимость этой услуги 2% в сутки. Итого получается не 20% годовых, а 365 умноженное на 2. То есть 720 на 700% больше. Отсюда и берутся непосильные долги. Представляете себе? Поэтому я настаиваю, что деньги в микрофинансовых организациях граждане должны брать в самую последнюю очередь. Потому что если вы допустите просрочку, то из этой финансовой ямы вы уже не выберетесь, потому что она становится финансовой пропастью. И помните, если вам больше негде кредитоваться, у друзей, родственников, в других банках, микрофинансовых организациях, вы можете признать свою финансовую несостоятельность и списать долги законно. Разберем второй неприятный момент. Это навязчивые звонки и смс от службы взыскания, коллекторов, которые пытаются вернуть свои деньги. Они неохотно готовы слушать о ваших проблемах. Например, что вы остались без работы. Им это абсолютно не важно. Они получают процент от той суммы, которую вы вернете. Именно по этой причине они прибегают к психологическим уловкам, оскорблениям, обидам и т.д. Что же делать в этом случае? Первое. Разговаривайте уверенно. Дайте понять, что вы знаете о наличии долга и знаете свои права. Вас не имеют права унижать или оскорблять. Никто не имеет права заходить в ваше жилище, кроме судебных приставов. Никто не имеет права описывать ваше имущество, кроме тех же судебных приставов. Даже если вы должны 1 миллион рублей. Если вы не готовы общаться с коллекторами, терпеть их унижения, оскорбления, вы можете не брать трубку, т.е. не отвечать на их звонки, не реагировать на их смс. Вы можете всменить номер. Никакой юридической ответственности за это нет. Если же звонят вашим родственникам, друзьям, близким, то напишите заявление на отказ от взаимодействия и отправьте с заказным письмом с уведомлением всем вашим кредиторам, которые беспокоят. Также за защитой своих прав вы можете обратиться в полицию, в прокуратуру, в суд, к судебным приставам. Именно они контролируют деятельность микрофинансовых организаций по закону. За незаконные действия коллекторские агентства могут оштрафовать, лишить лицензии. И такой положительной практики становится все больше и больше по стране. И вот мы подошли к самому важному вопросу. А какая же ответственность лежит на вас, если вы не платите долги по микрозаймам? На основании решения суда возбуждает исполнительное производство, которое ведется судебными приставами, о которых я уже ранее упоминал. Именно они имеют право взыскивать с вас деньги. Больше никто. Если у вас нет имущества и доходов, то взыскать с вас нечего. Если есть имущество, то придется расплачиваться им. Кроме единственного жилья, оно обладает иммунитетом. Если у вас есть какой-то доход, то судебные приставы имеют право у вас удерживать до 50%, а в некоторых случаях и до 70% от него. А посадят ли за долги по микрозаймам? Вопрос практически однозначный. Здесь речь идет о добросовестности. Если вы взяли микрозайм, потеряли работу, успев там допустим внести один платеж, тогда вас никто никуда не посадит. А если вы брали микрозайм с целью его не выплачивать, то это, извините, мошенничество. Обман. Присвоение чужих денег. Тогда, конечно, посадят. Если вы добросовестный гражданин, то знайте, единственный законный способ в России избавиться, то есть списать все долги, это 127-й федеральный закон. Других способов нет. Подведу итог. Вы не можете платить микрозайм, это не преступление. Кредитор может обратиться в суд и по решению суда взыскать с эти деньги. Приставы будут у вас их взыскивать, если у вас есть имущество или есть доход. Иные требования с угрозами являются незаконными. Детей за долги по микрозаймам никто у вас не заберет. Органы опеки действуют исключительно в их интересах. Если вам негде перекредитоваться, попробуйте зайти в банк, ну или списать долги. Кредитор же может воспользоваться своим законным правом обратиться в суд и взыскать деньги по решению суда, но не более того. В процедуре банкротства любой кредитор не имеет права с вами общаться после первого суда, то есть тогда, когда суд вас признает банкротом именно временно несостоятельным гражданином. Все общение переходит на финансового управляющего. Поэтому, если у вас есть непосильные долги по кредитам, микрофинансам, ЖКХ, штрафам, налогам, пишите нам в комментариях, хочу консультацию. Разберем проблему каждого клиента отдельно. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи с новым видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok